Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика». Об актуальных новостях регион расскажут мои коллеги и я, Ирина Волкова. Сегодня в выпуске. Достойный урожай. Зерновые и зернобобовые в Чувашии уже собрали. Аграрии продолжают уборку картофеля. Творчество и спорт без возрастных ограничений. В комплексном центре социального обслуживания Чебоксар готовятся ко дню пожилых людей. Здесь живут деньги. В Национальном банке Чувашии прошел день открытых дверей. 5 миллиардов 279 миллионов рублей в этом году составил Дорожный фонд Чувашии. Из них на ремонт, строительство, содержание дорог и другие нужды сейчас потрачено чуть более 2 миллиардов. Такие данные озвучил министр транспорта республики на еженедельном совещании правительства. Отремонтировано 126 километров дорог, 71 дворовая территория и 10 проездов. Построена 9 километров линия освещения. Кроме того, в республике закупили дополнительно 37 комплексов фото- и видеофиксации. Установить их должны к ноябрю. Больше всего средств получила столица. При наибольшем объеме выделенных средств также имеется недостаточное исполнение город Чебоксары. Из Дорожного фонда в 2019 году город Чебоксары были предусмотрены средства в сумме 1 миллиард 410 миллионов рублей. Это 27 процентов от фонда. Из которых кассовое исполнение составляет 272 миллиона. Это всего лишь 19 процентов. Считаю необходимым руководству города Чебоксары взять под личный контроль выполнение дорожных работ и плана текущего года по основным объектам. Это по улице Неверситетской, Ивана Яковлева, Солнечной и Асламасы. Работы подрядчикам оплачивают по факту выполненных работ, так что точнее об использовании средств Дорожного фонда можно будет судить в октябре-ноябре, ближе к окончанию сроков контрактов. Глава Чебоксары также отметил, важно, чтобы при строительстве и реконструкции дорог большегрузная техника не портила существующую дорожную сеть. За этим необходимо тщательно следить самим подрядчикам и муниципалитетам. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика. Как повысить эффективность профилактической работы и снизить количество преступлений, связанных с оборотом наркотиков? Эти и другие вопросы обсудили сегодня на заседании антинаркотической комиссии в Доме правительства. По итогам 8 месяцев этого года наблюдается незначительное снижение числа зарегистрированных наркопреступлений на 2%. При этом число пресеченных фактов сбыта сохранилось на прежнем уровне. Из оборота изъято незаконных веществ на 24% больше. По предварительным данным это около 90 килограмм. Данные противоуправных деяний выходят на первые места в части применения современных технологий и техники. В связи с этим в Министерстве внутренних дел Почеларской Республики реализуется комплекс мер на противодействие современной форме наркопреступности. Сотрудник МВД Республики задержан 17 лиц, отшеляющихся подставки избыта наркотиков и сильнодействующих веществ в Республику и регион страны. Возбуждены главные дела, которые в настоящее время расследуются. Уже 4 года на территории Республики Министерства образования и молодежной политики проводят социально-психологическое тестирование. Если выявляется группа риска, дальше с ними работают врачи-наркологи. Тестирование проводилось в два этапа – в октябре 2018 года и в феврале 2019. В принципе, все-таки соблазн легкой наживы все равно превалирует среди студентов и школьников старших курсов. Вот Танис Альбертович статистику сказал, что небольшой рост на количество преступлений с 2016 года наблюдается у нас. Там 14-16, вот уже в этот период 13 у нас. На учете подростков с диагнозом наркомания нет еще с 2008 года. Но все же всех, кто находится на стадии проб, еще достаточно, поэтому важно занять ребят и во внеурочное время. Помочь в этом должны и центры дополнительного образования. Наша задача в рамках профилактической деятельности объяснить нашей молодежи о погубном влиянии при потреблении наркотических препаратов. Мы должны воспитать ответственное отношение каждого человека к своему здоровью. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика. 75-летний юбилей отметила ведущая предприятия Республики в сфере дорожного строительства. Чебоксарская территориальная фирма «Мост-отряд-41». В нелегкое послевоенное время специалисты отряда восстанавливали разрушенные мосты, ведь надо было наладить транспортное сообщение по всей стране. В 1961 году со строительством моста через реку Кайбулку началось освоение Чувашской земли. Поздравляю сотрудников со знаменательной датой. Михаил Игнатьев отметил, что практически все мосты в столице республики Калининский, Московский, Сугутский, Гагаринский, Октябрьский путепровод по проспекту Мира построены силами моста «Отряда-41». В честь юбилея, благодарности и памятные часы от главы Чувашии. Лучшим работникам были вручены и отраслевые награды. Сегодня здесь трудится более 1300 специалистов. Среди наиболее крупных объектов, построенных предприятием в последние годы, мост через реку Большой Цивиль при въезде в одноименный город через Суру в Ядренском районе. Сейчас там достраивают эстакады. Коллектив реконструировал и мостовой переход Чебоксарской ГЭС через Волгу. Редкие монеты, счетные машины и устройства распознавания фальшивых купюр. В Национальном банке Чувашии прошел день открытых дверей. Его главная задача – повысить уровень финансовой грамотности. Прокачал свои знания и мой коллега Рифат Фаткулин. Сотни взрослых студентов и детей. Такое количество гостей в отделении Национального банка Чувашии – явление редкое. Только раз в году и здесь распахивают двери для всех желающих. Стол эксперта. В этом кабинете проверяют подлинность банкнот. И это самая популярная площадка. Так же, как и ростомер. Сколько нужно денег, чтобы выстроить фигуру вашего роста. А ты стоишь у нас по 19 миллионов. Видишь, как ты дорого стоишь. В витринах все основные исторические вехи. От мелкой, почти иссерты чешуи старинной монеты до современных банкнот. Счетная машина – один из главных экспонатов. Скорость 600 купюр в минуту. Мы сегодня слушали очень интересную историю появления денег. Проходили викторину по разным городам. Где, как называются, какие монеты. Меня удивили масштабы большие. Особенно я не думала, что есть такие счетные машинки, большие кассовые, я не знаю, как назвать, аппараты, которые пересчитывают миллионы. Для Банка России финансовое просвещение населения – одно из главных приоритетов его деятельности. Количество финансовых продуктов и услуг постоянно растет. Поэтому, если человек не знает, по сути, о финансовых продуктах, то, соответственно, это негативно скажется на его финансовое благополучие, ну и, соответственно, понизится уровень доверия к финансовому сектору. Поэтому очень важно именно повышать свой финансовый уровень. И на сегодня финансовая культура выходит на передний план. Обычно закрытая наглухо машина стоит с дружелюбно распахнутыми дверями. Гости заглянули и в инкассаторский автомобиль для перевозки денег. Каждый мог посмотреть его изнутри, а также ощутить на себе вес бурнежилета. Рифат Фаткулин, Бахтияр Велиев, Республика. Уборка зерновых и зернобобовых позади. Почти собран и урожай второго хлеба. Крупное и чистое – это свидетельство того, что за картофелем был должный уход. В агрофирме «Тайабинка» при урожайности 350 сантиметров с гектара собрано 7 тысяч тонн. Современная техника, оснащенная навигационным оборудованием, очень ускорила процесс уборки. В этом году посажено 250 гектаров картофеля. Урожайность порядка 350 сантиметров с гектара. Для этого года урожай очень хороший, картошка очень чистая, болезней нет. Глава республики заметил, что в этом году урожайность картофеля выше на 100 сантиметров с гектара по сравнению с прошлым годом. Конечно, это повлияло и на цены. Они снизились, но в последнее время второй хлеб вновь вырос по стоимости. Цены сейчас поднялись практически, уже где-то на уровне 6-7 рублей, это уже хорошо. Богатому урожаю достойное хранилище. Ведь ближе к весне картофель можно будет продать дороже. Михаил Игнатьев посмотрел картофель и хранилище. Здесь созданы оптимальные условия для хранения урожая. Поддерживается нужная температура и влажность. Новое хранилище построено с использованием государственной субсидии. Полностью с полей убрана также горчица. Производство масличных культур сейчас выгодное вложение средств. Это же как золото. Эта горчица сегодня как биржевой товар. Цена колеблется от 25 до 30 рублей. Это дороже, чем зерно. Соответственно, 2,5-3 раза. Хотя урожайность, конечно, горчицы намного меньше. Там на уровне 14-15, ну, 17 сантиметров получают. Но экономические составляющие очень хорошие. Ровными рядами уже взошла озимая пшеница. Юные ростки напитались прошедшими дождями и набрали силу. Очень красивые посевы. Радует. Понимаете, система хорошая. Благодаря использованию прогрессивных технологий посева и современному оборудованию, завершить работы удалось качественные и сжатые сроки. Гости приезжают, удивляются. Трактор идет прямо-прямо по полю. Просто сам механизатор разворачивается. Автопилот? Да, автопилот. Где сколько работают, сколько гектаров, расход семян, расход топлива, все показывают. Успешное завершение осенних полевых работ отметят в ноябре на праздновании Дня работников сельского хозяйства. Наталья Мальчикова, Рифат Фаткулин, Бахтияр Велиев, Республика. Незаслуженно забытая еще с хрущевских времен кукуруза сегодня активно возвращается на поля республики. И в сельском хозяйстве на нее делают большие ставки. Ранние заморозки внесли свои коррективы в график уборки урожая. В этом году в сельхозкооперативе «Атлашевский» к сбору кормовой кукурузы приступили раньше намеченного срока. Площадь данной культуры, хозяйство занимает 530 гектаров. Основная масса у нас идет на корма. На зерновые цели мы пока не перешли. Кукуруза очень питательна и является отличным кормом для крупного рогатого скота. Именно поэтому сегодня ее выращиванием занимаются хозяйства, специализирующиеся на производстве молока. В нашем хозяйстве более 1300 голов доиного стада. Качественное молоко получается. У нас с одной коровы получается до 40, бывает и до 45 литров в сутки молока. Посевные площади кукурузы имеются в 20 районах республики. В 13 из них ведется уборка на кормовые цели. Всего в хозяйствах республики убрано более 3000 гектаров кукурузы носилось. Завтра, 1 октября, в Чувашии проверят систему оповещения населения. Плановые тренировочные сигналы «Внимание всем!» прозвучат в 10 ровно и в 10.30 утра. О начале тренировки гражданской обороны известят установленные на улицах сирены и громкоговорители. Просьба к населению во время звучания электросирен не прерывать своих занятий. «Внимание всем!» – это предупредительный сигнал гражданской обороны. Подается при оповещении населения об аварии, катастрофе, стихийном бедствии, угрозе нападения противника. При звучании сирен, гудков и других сигнальных средств необходимо включить радиоприемники, телевизоры и прослушать экстренное сообщение. Полученную информацию передать руководству и коллегам по работе, членам семьи и соседям. Отмечают в Главном управлении МЧС по региону. 1 октября – Международный день пожилых людей. Он отмечается с 1991 года. Этот праздник – дань уважения прожившим долгую и интересную жизнь. В Чувашии 315 тысяч пожилых людей. Это четверть населения республики. 60% из них получают те или иные меры социальной поддержки. На это только в нынешнем году направлено около 2 миллиардов рублей. В республике применяются новые технологии обеспечения ухода за пожилыми людьми. Они направлены, конечно, на продление пребывания их в надомных условиях и под постоянным присмотром. Такие технологии, как детский сад для пожилых – это полу-социационарное пребывание пожилых граждан в центрах социального обслуживания. Социальная квартира – это дневное пребывание нескольких пожилых граждан на квартире одного из них под присмотром социальных работников. 1 октября в социальных центрах республики пройдет акция «Здоровое долголетие» на пути к цели 80+. С гражданами старшего поколения встретятся гириадры, специалисты в области профилактической медицины, инструкторы лечебной физкультуры. Столетний рубеж в Чувашии перешагнули 100 человек. В комплексном центре социального обслуживания города Чебоксары планируют отметить день пожилых людей празднично и весело. Пенсионный возраст – не время для уныния и скуки, утверждают социальные работники и те, кто пользуются услугами этого центра. Я лягушка-квакушка! Квак-квак! А ты кто? Вот так в преклонном возрасте можно стать кукловодом и выйти на сцену, даже если ты никаких талантов себе раньше не замечал. В комплексном центре социального обслуживания населения города Чебоксары с помощью искусства, спортивных занятий, учат укреплять здоровье, улучшать настроение и продлевать жизнь. Только в прошлом году услугами этого центра воспользовались более 53 тысяч жителей города Чебоксары. К нам могут прийти граждане пожилого возраста, инвалиды, которые нуждаются в получении социальных услуг. Это по надомной форме социального обслуживания, по полустациональной форме это днем приходят к нам. Для них сегодня функционирует около 30 клубов по интересам. Арт-терапия, шитье, глинотерапия, лепкотерапия, гильяширование и выжигание по ткани, квилинг, искусство бумагокручения, оригами, искусство складывания из бумаги, витражное искусство. Многим пожилым в первое время все это кажется очень далеким, но уже через несколько занятий они полностью погружаются в творчество. Мы учимся друг от друга. Такие здесь творческие кружки. Вот посмотрите, как у нас бабушки здесь хорошо занимаются. Причем творчество, оно поднимает настроение. Настроение поднимает. И жить хочется веселее. Сейчас не чувствуешь свой возраст. Поэтому для них встать на каблуки и выйти на подиум не страшно, особенно когда демонстрируешь изделия, изготовленные собственными руками. Чувствуете себя красивыми. Чувствуете силу. И расслабьтесь. Ноги крепкие. Физкультура и спорт помогают не только продлить жизнь, но и делают ее активной и полноценной. Ежедневно спортивные группы посещают более 90 человек. Занятия проводятся с учетом возраста и физического состояния. Для тех, кто проживает здесь, постоянно созданы условия, максимально приближенные к домашней среде. О внутренней гармонии заботится штатный психолог. Сегодня, например, она проводит занятия по укреплению памяти. Старость нельзя преодолеть, но ее можно сделать счастливой, интересной и наполненной смыслом. Такого принципа придерживаются в комплексном центре социального обслуживания населения города Чебоксары. Надежда Яковлева, Бахтияр Велиев, Республика. Народное творчество в столице Чувашии в октябре состоится межрегиональный фестиваль национальных культур «Семицветик». В Доме дружбы народов идут последние приготовления. Ожидается, что в столицу Чувашии приедут более 200 представителей творческих коллективов из национальных республик. Межрегиональный фестиваль уже четвертый по счету. Вроде бы уже опыт наработан, но тем не менее, проводя каждый раз такой фестиваль, мы стараемся, чтобы это мероприятие масштабнее, ярче, краше, интереснее. С этой целью мы сегодня собрались уже очередной раз и прорабатываем нюансы, чтобы ничего не пропустить. Фестиваль познакомит участников и гостей не только с музыкальными традициями разных народов, но и с их ремеслами. Вышивание, изготовление кукол в аутентичных костюмах, создание коллекции украшений. Мастерам декоративно-прикладного творчества есть чем удивить зрителей. Главный символ фестиваля – цветок с семью лепестками ровно по количеству регионов участников. Анжелика Сидорова завоевала золото чемпионата мира 2019 в прыжках с шестом. Уроженка Чувашия взяла планку в 4 метра 95 сантиметров на мировых стартах, проходивших в Катаре. Ранее еще одна наша землячка Евгения Ливанова триумфально выступила в составе сборной России на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку. На днях девушка приехала в Чебоксары. Пресс-конференцию уже с пятикратной чемпионкой мира по художественной гимнастике привели студенты-журналисты Чигу имени Ульянова. Спортсменов обязывают отвечать на вопросы журналистов, общаться с ними. То есть вы не можете отказать в этом, как я вот понимаю. Есть такие ситуации, когда не хочется отвечать на вопросы, не хочется разговаривать, но вот нужно тренер говорить, что вы должны. Бывают какие-то каверзные вопросы, ну просто говоришь там, допустим, или молчишь, или говоришь нет, отвечаю на этот вопрос. Ну и все, абсолютно люди адекватно реагируют на это. На этой пресс-конференции с приставкой «студенческая» неудобных вопросов не было. Будущие журналисты больше интересовались распорядком дня спортсменок, мифами о гимнастике и трудностях при подготовке к международным стартам. Какие у тебя планы сейчас после спорта? Ой, пока не знаю. Главное сейчас тренироваться. Впереди очень важный старт, олимпийские игры в Токио в следующем году летом. Поэтому пока сейчас не думаю, так как главная цель именно она, буду думать после. Сейчас тренируюсь, стараюсь, работаю. 11-летнюю Женю родители отправили в Нижегородское училище Олимпийского резерва, которое она сейчас и представляет на соревнованиях. С 2017-го Евгения Льванова входит в состав сборной команды России и тренируется в Москве под руководством заслуженных тренеров Ирины Винна-Русмановой и Татьяны Сергаевой. Мама и папа поддерживают дочь во время тренировок и выступлений, но издалека. Мы ездили на соревнования, на гран-при в Москву тоже приезжаем, смотрим в другие команды, в другие страны, ну как вызывают сборную России, весь ряд мам-пап. Исчезали, сразу промежут такие, свободные места появляются. К советам пятикратные чемпионки мира особо прислушивались студенты журфака, которые совмещают спортивную карьеру с учебой в ВУЗе. Это и чемпионка мира юношеских олимпийских игр и всемирные универсиады Лана Прусакова, чемпионка мира по карате Ангелина Гордеева, игроки баскетбольной команды Чигуа Атланта. Это все новости на сегодня. До свидания.